Хотите беседовать, сударь? О чём? О чём прикажете? О войне с турками, о превратности климата? Приветствую, дорогие друзья! Ирина Родионовна на самом деле поспособствовала развитию народного стиля в поэтике Александра Сергеевича Пушкина, но всё-таки её влияние на развитие поэта немного преувеличивает. Арина Родионовна родилась 21-го, по старому стилю 10-го апреля 1758 года в очень ламповой деревне под названием Лампова. Её родители Лукерия Кириллова и Родион Яковлев, то есть фамилия няни Яковлева. Но, по мнению языковедов, как крепостная крестьянка няня фамилии не имела. В быту её называли Родионовной по отчеству, но по факту фамилия есть. В девичестве это Яковлева, по замужеству Матвеева. Няню звали не Арина. По метрической записи у Родиона Яковлева родилась дочь Ирина, а не Арина. А по записи о браке указано, что венчались Фёдор Матвеев и Иринья Родионова. Арина – это производное крестьянское имя от Ирины. Раньше Ирина и Арина – это было одно имя, но в современной России это абсолютно разные имена. Подобная история случилась и с именем Елена и Алена. Алена – это крестьянский древнерусский эквивалент. Так как же Арина Родионовна попала в семью Пушкина? Сначала она была крепостной в семье графа Апраксина. Затем эти земли выкупил Абрам Петрович Ганнибал, известный арабский прадед Пушкина. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в заводские крестьяне без права наследования имущества. Абрам Ганнибал разбогател, потому что сделал крупную карьеру. От военного инженера дорос до звания генерала Аншера. Сначала Арина Родионовна была няней матери Пушкина – Надеждой Осиповной. Затем воспитала её детей – Ольгу, Александра и Льва. В 1807 году семья Ганнибалов продаёт земли в Петербургской губернии и переезжает в Апаченский уезд Псковской губернии. Крестьяне тоже продаются с землёй, но не Арина Родионовна. Она прочно вошла в семью и переехала вместе с хозяевами. Вот так у Александра Пушкина появилась няня, которая знала много народных сказок и преданий, на основе которых и родились знаменитые сказки писателя. Но сам писатель не так уж и много о ней отзывался. Известно только то, что она была веселушкой. Так её запомнили друзья Пушкина. Прототип няни исследователи нашли в некоторых пушкинских персонажах. Няня Татьяна из Евгения Онегина, няня Дубровского, мамка Ксении из Бориса Годунова, мамка княгини из Русалки. Няня дожила свои дни в Петербурге в семье Ольги Пушкиной, сестры поэта. Скончалась в возрасте 70 лет. Подруга дней моих суровых, голубка тряхлая моя, Одна души лесом сосновых, Давно-давно ты ждёшь меня. Ты под окном твоей светлицы Соснуешь тут на часах, И медленно-поминутно спицы В твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, На чёрный отдалённый путь, Тоска, ты чувствуешь, Забот я твою.